Как у нас самочувствие-то? Нормально. Самоизоляцию соблюдаем, да? Ничего, все будет хорошо, вы не переживайте. За пациентами, которые проходят лечение от коронавируса на дому, ежедневный контроль. Дистанционно по домофону представители районной власти узнают, соблюдают ли больные режим самоизоляции и в чем они нуждаются. Жители, у которых COVID-19, не должны покидать свои квартиры до получения результатов анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования. Сегодня мониторинг прошел в Кировском районе. Естественно, всегда интересуемся самочувствием. Обязательно предоставляю свои контакты. Даже, вы знаете, настолько бывает, но долго человек находится на самоизоляции, да? И такое сплочение получается, потому что это жители моего микрорайона. И мне настолько приятно, что мы потом еще остаемся и в хороших таких дружеских отношениях. На сегодняшний день в Кировском районе порядка ста инфицированных. Это в несколько раз меньше, чем было в конце прошлого года. По словам властей, есть тенденция к снижению заболевших, но расслабляться по-прежнему нельзя. В целом, если у нас есть человек, который не соблюдает, скажем так, режим самоизоляции, мы эту информацию сразу же фиксируем и максимально контроль усиливаем тем. В том плане, что готовим информацию для отдела полиции номер один нашего Кировского района, который уже непосредственно с помощью выхода участкового, еще кого-то, у кого они определяют, проводится с человеком профбеседу. Если фиксируется, что человек реально отсутствует, то это уже штрафные санкции. За весь период в Кировском районе было порядка 10 нарушителей самоизоляции. Штраф за подобные нарушения может составлять от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Напомним, что на территории района организован волонтерский штаб, в который направляются заявки и добровольцы помогают тем, кто временно не может выйти из дома. Оставить заявку можно по телефону горячей линии. Мэри Елчан, Сергей Баскин, События.